Музыка Музыка Всем салют, народ! С вами опять я, Айк. Это очередной выпуск Хука Тайм. И сегодня мы, как и обещали, приехали к кому? Вы уже узнали. Это Антон Альфа Хука. И сегодня мы у него на заводе, и он нам покажет и расскажет, как же все-таки производятся кальяны. Хорошие и качественные. Погнали! Погнали! Итак, заходим в цех. Работа кипит. Здесь просто очень жарко, поэтому я в майке. Понимаете? Поехали, Антон, рассказывай. Материал-то уже успел порезать. Да. Дальше этот материал мы берем в обработку. Подкидываем на каждый станок. Допустим, здесь вот токарные два станка стоят, здесь фрезерные. Фрезер делает на иксы вот такие штуки. Это заготовки под кальяны с отверстиями. Это вот продукт, да? Это фрезер? Это вот этот станок. Да, фрезер. Можно посмотреть там, как все это льется. Работает. Я понял. Не-не, оставь, закрой. Закрой там этот станок страшный. Здесь токарник делает... Это нижняя погружная часть? Да, нижняя погружная. В такой вот заготовке, ну, которую ты примерно мог бы порезать, он делает резьбу. Здесь одну сторону, потом другую сторону, и потом обточку целиковую делает. Я понял. Сверху, да, слойте? Просто стачивается. Да. Дальше готовые трубки. То, что мы делаем все из нержавейки, сразу на мойку идут. Мы кальяны все тщательно моем. Вот, кстати, полуготовая трубка. Это без... Да, это без проточки, да. Потом это все проточится, и будет гладенькая трубка, да. Потом они сразу идут на мойку, и там уже они моются до идеального блеска, чтобы не было разводов никаких, чтобы не было запаха сожи, и так далее. Понятно. И дальше? Что дальше пришлось? Здесь покраска у нас. Покраска? Покраска. Да. Поросковая покраска. Вот такой камере все наносится порошком, электростатика, плюс-минус контакт, напыляется изделие. Понятно. С помощью электролита вы не даете, короче, пыль оседать на материал и избегаете вот этой проблемы, когда вы красите, и появляется грязюка. Нет, нет. Ну, проблемы грязюки не избежать никак. Потому что пыль, она все равно летит. Но нужно быть супер аккуратным, чтобы красить красивые цвета, как у нас. Надо просто все очень четко поднимать. Я заметил, что цвета ваших кальянов почему-то отличаются вот этой пронизательной глубиной. Да. Есть только у вас эта тема и у CVP. Вот Custom Motorbike умеет делать цветы и цвета, и вы умеете делать эти цвета. Блэйд Кука пытается что-то там придумать, но у него пока не очень. Или как называется Small Club? В общем, нюансы. Там другая технология. Пойдем, выйдем отсюда. Пойдем. Там немножко другая технология. Все, кто делают в Китае, они не красят порошком. Они делают анодирование. Все, что CVP, блэйды, это анодирование, просто цветное декоративное анодирование. На гладкий алюминий хороший слой ровненький ложится, и все. А у нас именно покраска, глубину цвета дает двойная покраска. Вот как все лаки у нас сделаны, все в два слоя красится. Ну, там у нас мойка, мы доходить не будем. Мойка это да. Там делать нечего. Мыть кальян. Пойдем в цех сейчас ходим. Пойдем. Здесь у нас небольшой склад, ложементы. Это наш первый станок. Сейчас он делает носики. Носики? Ну, вот из таких вот штук. Нет, сейчас я сделаю оправку. Ну ладно, делает оправку. Ну, после того как сделать оправку, короче, в основном мы дорабатываем все детали на этом станке. Мелкие детали. Мелкие детали, да. Вот остается вот такая штука от отреза со станка, который выходит. И просто сюда закручиваешь, и он снимает вот эту фаску, делает красивую, кругленькую. Понятно. Так же на верхних колпачках он делает. Вот на этих. Вот. Это на чашку уже тот. Да, на чашку. То есть он выходил вот такой же, но они по форме одинаковые. Он просто сточился и округлился. Да, округлились здесь, сделали красивую форму. Круто. Это вообще какая-то страшная машина, я заметил. Это, да, крутая штука. Это немецкий станок дем-токарный. Извини, блин, ты посмотри на меня. Мне простительно делать ошибки в русском языке. Это токарный станок с приводным инструментом. Штука очень мощная, потому что, ну, на нем можно делать любые изделия. Ну, допустим, основание. Основание ты пилил как раз под основание материал. Я понял. Здесь уже обработка непосредственно. Да, здесь идет обработка. Мы втыкаем основание. Вот готовая заготовка вот у тебя была. Она обтачивается, делается резьба, делается, ну, проточка внутренняя. Делаются вот эти отверстия тоже здесь. То есть не вручную, а за счет приводного инструмента. Считай, только он тебе делает себе основание вообще. Да, да, основание. Потом сразу на нем уже переворачиваешь, и он делает вторую сторону. И делает соосное отверстие. То есть вот это отверстие здесь будет, ну, насквозь пробито. И в него еще десятка большая будет пробита. Ну, куда шарик закладывается, чтоб шарик не вывалился. Я понял. А как он так выпиливает под углом? Под каким углом? Долго. Ну, ты говоришь, что у тебя, если эта дырка здесь начинается, здесь выходит, допустим? Да, смотри, отверстие делается, оно сделается насквозь. Потом его другой стороной вставят, и здесь будет три отверстия. Видишь точки? Ну. Это вот выход сверла был. Ааа. Ну, он дошел, но не до конца. Я понял. И потом ты его устанавливаешь, его правильно позиционируешь, и подъедет большое сверло и сделает здесь неглубокие отверстия, вот такие вот под шарики. Ааа, я понял. Где шарики лежат? В задувке, да. Да, чтобы они никуда не выпадали разными размерами. Дорогие станки вообще? Ну, да. А варьируются примерно в каких-то ценовых категориях? Ну, где-то 150 тысяч евро. 150 тысяч евро? Вот это. 10 мультов? 10 мультов. В среднем. Ну, в среднем 10 мультов. 10 мультов. У тебя таких станков сколько? Вот таких 3. Три станка такие. Производственная мощность, конечно, да. Ну, да, они сами делают. Вот он подъехал, кстати, вытащил сам пруток, и сейчас пойдет новую операцию делать. А все заготовки он вот сюда вот выкидывает, ну, потом вытаскиваешь и достаешь. Прикольно. Он сейчас колечки делает на коннекторы, которые закрывают сам магнит. Это, кстати, я был просто ошелом. Вот эта идея, она просто идеальная. Магнит никогда не окислится. Просто закрой его колпаком. Ну, чтобы сделать такие колпаки, остальным производителям нужно делать мозги себе, а им уже не надо ничего делать. У них уже все сделано. У нас же есть, да. Ну, прикольно. Это очень крутая затея, потому что вот сейчас ваш порт на магните просто идеальный. Да. Я просто подмешу шланг, и он засасывается туда. Раньше он присасывал по бокам, а сейчас прям центрально, четко, направленно, очень удобно. На смене, когда горишь, просто сразу. Да, суперудобно, держится вообще шикарно. И проблем с гостями, что что-то вылетает, что-то это все исключается. Очень круто. Что дальше? Дальше? Ну, вот, давайте я этот станок покажу. Ага, что это такое? Это китайский станок попроще, мы его юзаем чисто вот на простую работу, на алюминий и проточку трубы прямую. Он сейчас делает под капу верхней части, вот такие вот они. Просто капа будет составная, потому что целиком его не получается сделать. И вот он делает заготовку, потом... Это сама шахта форма, да, я понял? Форма. Ну, форма будет, верхняя часть капа будет. Ага, это именно верхняя часть. Да. А, ну да, вот переход же, да. И здесь. Да, а вот под блюдцу. Вот такая выпуклость. Круто. Круто. Здесь... Дальше? Что еще нужно показать интересного? Могу показать компрессор, если кто не видел, компрессор вот такая большая штука. Компрессор это то, что позволяет самому вот этому функционировать, как я полагаю. Да, весь воздух снабжает покраску, станки, фрезер, смену инструмента на фрезере, она за счет воздуха работает. Как сказать правильно? И все, там весь инструмент меняется за счет воздуха. Вот такой он, короче, бесшумный. Стоит, ну, бешеных денег. По-моему, 700 тысяч такое стоит. Ну, еще лямом стоит. Ну, да. Как бы оборудование все дорогое. Ну, понятно. Ого, пойдем на тарелку погнешь. Как бы все спрашивают, как делаются тарелки. Я не знаю, почему это для людей такая большая загадка, но тарелки делаются просто. Нарезаешь вот такие вот диски, делаешь оправку на нашем же станках, заряжаешь, включаешь пресс, жмешь на ручку, пресс едет. Вот выходит тарелка. Ей, все проще, чем вы думали. Да, тарелки. Давай я попробую отморить. Кайф. Так. Можешь повыше подняться. Да, а как он понимает? Ну-ка, помоги мне. Объясни мне. Вот, да. Все, я понял. Повыше. Потом на центр поставь. И на себя. Слушай, когда тебе надо просто ручки дергать, это очень удобно. Ну да. Типа вообще не паришься. Стоишь, чисто можно еще поболтать с кем-то. Здесь у нас склад. Ну, это не склад, это место силы, место сборки. Да, я понял. Вместо нашей конторки. Прикольно. Смотрите. Все расцветки прямо здесь. Практически, кстати. Да, это, ну, мы готовимся к отправкам, открашиваем все. Открашивается просто достаточно долго. По времени это занимает, ну, где-то в день, наверное, 200 комплектов мы можем покрасить. Как я понял, короче, единственная механическая работа здесь это именно покраска. Ты имеешь в виду ручная? Ну да, типа. Нет. Ну, ручной работы очень много. Допустим, те же коннекторы, их же нужно собрать. Они состоят из четырех частей. Коннектор, самая палка, два магнита и эта втулка. Понятно. Это же тоже надо собрать. Ну да, точно, точно. Я просто не знаю всех тонкостей производственного процесса, поэтому, мне кажется, это просто. Ну... Если вникнуть, я понимаю, что это пипец, сколько замороз. Но очень круто, пацаны. Это реально круто. Мы готовимся, открасим все и потом начнем собирать. Переберем весь брак. Посмотрим, что получилось, что не получилось. Что-то докрасить нужно будет. Тут, чтобы понять, как что работает, нужно просто на колено внимательно посмотреть. Допустим, вот ты смотришь на основание, да? И ты такой думаешь, блин, ну, кругляш какой-то простой. Что там делать? Ну, на самом деле, чтобы вот сделать эту пластинку с гравировкой, это ее надо... Надо купить материал, лист, закинуть на лазерную резку, чтобы его порезали, его режут, ты приносишь на покраску, их обезжиривают, красят, приносят сюда, ты их гравируешь все, и потом только сюда устанавливаешь. То есть это длинный процесс для всего. Все длинный процесс. Чем больше мелких деталей, тем больше замороки. Да, да. Но это отличительные признаки цвета твоего продукта. Ну и вообще кальяна в целом. Мы стараемся дорабатывать... Чтобы вы понимали, это вот то, что я в самом начале этого видоса точил. Да, да. В начале, я не знаю, когда пацаны ставят, но, в общем, когда я вот точил все это дело, вот это... Вот эту заготовку такую делал. Да, заготовочку. Круто. Очень круто. А тот станок ДМГ, он делает вот эти все отверстия и вот эти все отверстия, и вот эти все отверстия, и вот эти под болты тоже отверстия. Да, ты вот мне как раз таки это объяснял. Ну, прикольно, очень круто. Ну, ты знаешь, да, что мы делаем? Да. Укладываем конверты в каждый кальян. Это круто. Это очень круто, но это супер запарно. Понятно. Это очень сложно, ну, потому что тебе нужно сделать, допустим, вот здесь стоит 1400 конвертов. Вчера это делали почти весь день. То есть весь день потратили, чтобы сделать 1400 конвертов, ну, примерно на полторы недели. Это очень долго. И в конвертах там лежат, ну, там инструкция лежит, лежит письмо благодарственное и стикеры. Я читал такое. Это все укладывается, склеивается, и еще сургучом делается. Круто. Но сейчас, так как мы новые конверты заказали, причем в огромнейшем... Все поймут, что такое сургуч, это когда... Сургуч печать такая. Печать, да. Ты воском или чем... Какие там... Ну, там воск с пластиком, да. Воск с пластиком, да. Да, используешь. Ты просто, типа, ставишь штамп такой. Но это очень круто. Если кто-то покупал из вас альфа-хука, вы, наверное, видели этот конверт. Да, все радуются конвертами. Потому что туда клево, там и инструкция по применению, и примерное описание продукта, и стикеры. Прикольно. Но приятно всегда, когда производитель немного уделяет времени вот таким мелочам, которые действительно важны для... Ну да. ...потребителя. Это ручная работа. Можно сказать, что, Калиан, весь ручная работа. Просто на станках ты руками же подкладываешь детальки, а они просто резцом там точатся. И так как мы сменили поставщика, у нас конверты сейчас... Сургуч мы не делаем, мы делаем гравировку на конверте. И даже по желанию там... Допустим, если кто-то на свадьбу дарит кальян, а такое бывает очень часто, просят там в день свадьбы там Ане и Алексею. Ну вот, было недавно такое. Можем на конверте сделать. Сама гравировка, да, здесь производится? Да, у нас три лазера. Они все немного разные. Но мы их потихоньку подводим к одному какому-то знаменателю, чтобы они были примерно одинаковые. У них есть такие параметры, как мощность. Линзы разные бывают. Ко всем нужен свой подход. Вот этот самый первый лазер, он гравирует нам большие тарелки все, потому что у него линза большая. И площадь он гравирует побольше. Обход, да, большой, я понял. Да, вот этот лазер, он 30 ватт. Он самый мощный. У него линза поменьше, но он выжигает очень быстро все. за счет мощности. У этого линза маленькая, и он 20 ватт. И он всякую мелочь делает. Это такой самый последний вариант, да? Ну, да, да. На него скидываются самое легкое, и всю тяжелую работу берут вот эти два станка на себя. Ну, очень круто. Да, на них накинулся, и вот такие гравировки получаются. Цените качество. Каждая тарелка делается минут по 20, наверное. Круто, это очень круто. Вот такие тарелки по деску выходят, которые тоже столько же по времени делают. Кстати, вот эти твои новые блюдца мне намного больше нравятся. Да, они прикольные. И по форме, они толще. И они так улитка дороги, круто. Да, поэтому они по деску. А почему этот масонский символ? Почему ты за основу... Я вот никогда не знал себе этот вопрос, и вот сейчас мне реально стало интересно. Почему логотипом твоей компании является масонский символ следующего ока? Если стараешься погуглить... Я гуглил про масонов, я про масонов много чего знаю. Вот. И если найдешь ответ, почему тот или иной персонаж решил стать вот масоном, войти вот в этот вклад какой-то, ты не найдешь адекватного объяснения этому. А его и нет. Его и нет. Потому что я тебе вот на этот ответ не могу дать. Просто тебе понравился концепт. Да, да. Мне не то, что понравился концепт, это... Наверное, тот взгляд... Твой на индустрию. Наш на индустрию. Целиком. Как мы работаем, да. Альфа-хука, допустим, мы где-то, да, может куда-то не ездим, да с кем-то не общаемся, но все про нас знают. Я понял затею. В общем, это все видящие ока, как и в обычной жизни, да. Есть кто-то, кто все знает и смотрит, следит. Ты себя, короче, таким возомнил. Ну, я себя не возомнил. Я же не утверждаю ничего. Ладно, я угораю. С камняга, пацан. Ну, прикольно. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр. Тебе большое спасибо, Антон, за эту дискуссию. Мне было реально дико интересно посмотреть, как это все производится. И я думаю, вам будет тоже дико интересно посмотреть, как это все производится. Поэтому следите. Подписываемся на нашу колонну YouTube. Вступаем в группу ВКонтакте. На наш Инстаграм Хукатайн Клаб. Ну, в общем, все-все-все в лучших традициях надо сделать. Ну и, конечно же, подписаться на Инстаграм альфахука.ру, потому что следить за этими пацанами надо и нужно, и необходимо. Это, наверное, самое лучшее, самое массовое и самое качественное производство коленов на российском рынке. А так как российский рынок первый в мире рынок по коленам индустрии, посмелюсь заметить, что даже Германия пока от тебя, возможно, отстает. Хотя не уверен. Ну, это не точно. Я не говорю, хотя не уверен. Ну, а на территории СНГ это номер 1, это точно.